Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Кладбища И сейчас я хочу отправиться в лагерь беженцев, потому что я сделал 4 меча и один из них я купил У того самого хромого коллеги, который появляется ночью Так, ну что же, вроде бы у меня все, доски есть, мечи есть И я специально подождал времени, чтобы у них там было полностью счастье Так, лагерь беженцев Как раз у нас утро, все пучком Счастье поселенцев, как ты видишь, 13 из 13 Пойдем-ка мы сделаем с тобой эту оружейную лавку Или как она там называется? Стойка с мечами Ага, вон она Вот здесь она появилась Давай ее соберем Отлично, так Ну что, пойдем поговорим с Маркизом Я надеюсь, ребята, не будет никаких заданий Мы вроде бы все сделали, я вот не помню Сюда, по-моему, ничего уже, да, не ставится? А где сам Маркиз? Не понял юмора Маркиз, ты где, на огороде или че? Это он? Это он Да, это Маркиз Сейчас, ребята, он где-нибудь встанет и мы с ним поговорим Вот так вот Мечи на месте Превосходно Мои люди уже наловчились фехтовать деревянными палками Надо переходить к настоящим клинкам Что касается меня, то я досконально изучил все доступные книги, посвященные искусству осады Скоро мы будем полностью готовы Могу еще чем-то помочь? Если они нападут неожиданно, то смогут прорвать оборону Но мы способны это предотвратить Это вы не на смотровую или башню намекаете? Вы угадали Постройте ее и северная цедатель ничего нам не сделает Как бы ни старалась Башня, ох, целая большая башня Ладно, считайте, она у вас уже есть Триндец, ребята Теперь я им должен сделать башню Давай посмотрим, что для этого нужно Наверное, камень, еще что-нибудь Так, где она? Смотровая вышка Слушай, ну, деревянная балка ерунда Доски я добуду Надо будет только подождать счастья поселенцев Короче, 12 балок Ну что же Пойдем По-моему, они у меня где-то есть Эти балки Дом, милый дом Сейчас мы с тобой все это дело посмотрим Так, подожди-ка, нам нужно еще Это мои доски, елки-палки Так, их здесь нету Давай высматривать балки Пока вижу три штуки Но этого мало, конечно, мало Слушай, с балками, по-моему, у нас проблема Черт подери Я думал, что у меня их достаточно Хорошо, давай тогда мы с тобой сделаем Что для этого понадобится Слушай, в принципе Вот этого будет, я думаю, достаточно Поехали И взять нам с тобой нужно будет немножко досок В принципе, это тоже ерунда Доски мы сейчас в любую секунду с тобой сделаем Видите, ребята, я сделаю себе графит Я очень много его заказал Потому что для ковки меча мне нужно было Много графита Так, ну что, графит мы собрали Так, теперь мне нужны обычные доски Обычные доски, я не знаю Ну, штучек 27, пускай будет Сейчас мы с тобой пойдем отдохнем Да, и уже Слушай, хотя нет Одного дня будет маловато для отдыха Мне, наверное, придется отдохнуть недельку Чтобы у них там было счастье Опять же, полное Ёлки-палки Все у меня тут Заросло Морковкой Ну-ка, проверим еще раз Балки есть Доски есть Остается только подождать Пока у них накопится счастье Ну что, ребята, я, наверное Встану на медитацию На долгую, так скажем Мне кажется, придется ждать Ну Дней 5-6 Чтобы у них все Было Окей Так что, увидимся Так, ну что, друзья мои Я думаю, этого будет достаточно У нас как раз с тобой сегодня День молитвы Пойдем, наверное Зачитаем проповедь Соберем немножко денег И уже отправимся с тобой В лагерь беженцев Я не понял, что там Два тела А, ну это лежат Я уже думал, что Ослик нам притащил два тела Которые я еще не убрал В холодильник Нет, все нормально Пойдем Быстренько с тобой Зачитаем Молитвочку Так Ну что ты здесь стоишь, а? По поводу собора Слушай, а что тут можно сделать По поводу собора, а? Как-то его улучшить? Вряд ли Качество 68 Ну что Давай Начнем Я бы хотел сказать Речь Наша церковь Великолепна А сейчас Давайте помолимся О благословении Да, отлично Все Офигительно Не забывайте Про пожертвования Меня, знаешь, что Бурси удивляет Что мы с тобой Хранители кладбища, да? И почему-то Тут же еще По совместительству Проповедник На каком-то Так спрашивают С основания Да? Нет, конечно Я понимаю, что Епископ Нам дал полномочия Но у нас как бы нету Как бы тебе это сказать-то Полномочий Может быть так Хотя Если епископ сам Одобрил это дело То, скорее всего Полномочия у нас есть Но все равно Как-то нелепо немножко, да? Мы с тобой и Я не знаю И в морге работаем Плюс На кладбище Еще и Проповеди читаем Ну что Давай с тобой Слетаем быстренько В лагерь беженцев Посмотрим Что там с счастьем О Счастье поселенцев На высоте Так Смотрим Моя вышка И где же она? Вот здесь будет? Слушай Что-то мне кажется Что он потребует Еще парочку Смотровых вышек Не дай боже Конечно Смотри-ка Маркиз уже Собирает мед Любитель сладенького, да? Я смотрю Так Ну что же Но Задание Выполнено Ваша Смотровая Вышка Поистине Прекрасна Вы это Видите? В общем-то Получилось Не так плохо Но Называть ее Прекрасной Но ведь Это гораздо больше Чем просто Башня Это символ Символ Свободы Символ Справедливости Полагаю Ваша работа Здесь завершена Друг мой У лорда Командера Не хватит сил Преодолеть Нашу защиту Укрепленный Патруль Я получил Достижение Признаюсь Вы совершили Много Больше того Чего мы ожидали Конечно Награда Что мы все Вместе Для вас Собрали Чересчур Мала В сравнении С вашим Вкладом А что мне там Дали Я не успел Ребят Посмотреть Но я надеюсь Наша вечная Признательность Хотя бы Отчасти Компенсирует Разницу Ну Благодарность В дополнение К материальному Вознаграждению Всегда лучше Чем просто Благодарность Кроме того Я приготовил Речь Для такого Погодите Что-то Случилось Маркиз Маркиз Ужасные Новости Что такое Да Рассказывай же Огромный Отряд Солдат Из города Да Что там Целая Армия Вошла В северную Цитадель У нас Нет Ни единого Шанса Пережить Такое Нападение Мастер Аларих Был прав Нужно Бежать Пока Не поздно Хм Я Тебе Услышал И сейчас Я прошу тебя Никому Об этом Не говорить Паника Нам тут Не нужна Мне нужно Подумать Должно Же быть Какое-то Решение Это ведь Не может Быть Конец Верно Просто Не может Все это Ну Не может Же быть Все это Зря Хранитель Может у вас Есть хоть Какая-то Идея Боюсь Тогда Давай Давай Посмотрим Так Приносить Кровь Алариху Это все Понятно А у нас Больше задания Не осталось С тобой Вот что Я тебе Скажу То есть Грубо говоря Нам придется Ждать Обновления Следующего Чтобы понять Суть сюжета И так далее Да Я думаю В следующем Дополнении Наверное Будет Война Будет Жестокая Война И мы будем Отбиваться Хотя Я могу Кое-что Предположить Пойти Например Домой Кимарнуть Чуть-чуть И вернуться Сюда Попозже Так Давай-ка Мы глянем Может быть Что-нибудь Тут есть Построить Абсолютно Ничего Нету С Герри Поговорить Так Великая Книга Давай Распечатаем Ее Эту Тоже Даем Ее И зеленая Так Нам дали Большая Универсальная Сумка Так А чем Она Отличается От такой О Слушай Ну да В разы Будет Посерьезнее Сумочка Такая Слушай Ну мы же С тобой Не разобрались По поводу Вампира Тут еще Слишком Много Загадок Слушай А если Я схожу Например На болото Клота Может быть Она мне Что-нибудь Расскажет Хотя Она Ну что Там Шоркается А у нас Уже Ночь С тобой Близится Поэтому Она должна Уже Быть Там Как-то Вот Ребята Слишком Долго Они Растягивают Сюжетку Разработчики Да Этой Игры Что Я Когда Начинаю Новую Какую-то Там Главу Новая DLC Я уже Забывал Что произошло В предыдущих Сериях Благо Что Я это Все записываю Да И как На моем Канале Можно Свободненько Посмотреть И Освежить Так Сказать Память Ну Посмотрим Где тут У нас Клод Она Так Ребята И не Пришла В себя Память К ней Не Вернулась Что Больше Всего И огорчает Ну Ка Так Насчет Хранителей Кладбища Хлота Ты Случайно Не знала Кого Нибудь Из Предыдущих Хранителей Да И подумать Мой Сладкий Помни Одного Кажется Это Был Третий Ну Ребята Эту Историю Мы С Смотрителей Так А что Нибудь Еще Торговать Только Торговля Да Золотое Яблоко Ну В принципе Все Хм Так Ладно Полетели Тогда Домой Кимарнем Ох Ты Так Так Мужики Вы тут Что-то Напутали Ваш Лорд Командер Отпустил Меня Поэтому Рад Вас Видеть Приходите Еще И Прочее Прочее Но Сейчас Я Крайне Занят Нас Не Лорд Командер Послал Так Что Заткнись И Иди С Нами Они Так Странно На меня Смотрят Что-то Тут Не Так А Вы Уверены Что У меня Нет Никакой Альтернативы Есть Ты Отказываешься Идти И мы Убиваем Тебя На месте Кстати Можем Даже Закопать Твой Труп За Отдельную Плату Хм Крайне Привлекательное Предложение Но Я Лучше Сэкономлю Деньги И Пойду С вами Вот Оно Как Опа Леди Беатрис Что Это Приятный Сюрприз Но Разве Это Не Вы Во Время Нашей Последней Встречи Пытались Уговорить Лорда Командера Сжечь Меня Возвращайтесь В Цедатель Друзья Мои Ваша Работа Здесь Закончена Что Ж До Тебя Хранитель Расслабься Что Толку Вспоминать Старые Передряги Я Вот Собираюсь Дать Тебе Еще Один Шанс Заслужить Мое Уважение Дружбу Или Даже Нечто Более Интимное Как я Уже Говорил Мне Неинтересно У меня Есть Любимая Ха Постоянно Это Слышу Но Каждый Раз Все Заканчивается Одинаково Все Мужики Одинаковы Ну Как Пожелаешь Я могу Расплатиться И другим Способом Скажем Спасти Твоих Бесценных Бегельцов От Солдат Лорда Командера Старый Болван У меня На крючке Он Бросит Вызов Самому Королю Если Я Попрошу И Что От Меня Потребуется Если Я Соглашусь Сущий Пустяк Мне Нужны Пять Эмульсий Смерти Эмульсий Смерти Так Ребята А Почему Вы Сами Не Сделаете Эти Эмульсии Зачем Вам Трансформации Что Еще За Трансформация Для Начала Небольшая Инъекция Эмульсии Под Видом Средства От Диареи Несколько Недель Незаметных Мутаций Потом Несколько Часов Мучений Потом Забвения И Тихая Смерть А Затем Я Воскрешу Их Как Послушных И Почти Неуязвимых Немертвых Слуг Гораздо Более Могучих Чем Обычный Зомби И Без Их Омерзительного Запаха Ну Почти Гули Гули Так Они Же Не Существуют Все Это Знают Ты Прав Однако Твоя Старая Подруга Клотта Нашла Способ Воплотить Фантазию В Реальность Она Придумала Ритуал Поднятия Гулей У 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 Хм А Почему Вы Сами Не Сделаете Эту Эмульсию Занятие Черной Алхемией Сложно Скрыть И я Не Могу Позволить Себе Подобный Риск Моя Репутация Инквизитора Должна Быть Кристально Чистой Пока Что Кроме Того Приготовление Эмульсии Требует Использования Темных Мозгов К счастью В Инквизиции Есть Узники Их Жигают Вместе С Мозгами Разумеется За исключением Случа Когда их Убивают При попытке Побега Либо же Господи Эти Бедные Беглецы Они Нужны Вам Только Из-за Темных Мозгов Интереснее Их Побег Позволил Мне Законно Поселиться В Северной Ценотели И подготовить Все К следующему Шагу А твой Друг Халарих Не говорил Тебе Что это Я Подсказал Ему Способ Спасти Узников Не понимаю Всему Свое Время Милый Мой Так Зачем Вам Слали Ко Мне Монстров Давай Вот Это Наверное То Что Вы Мне Рассказали Это Же Безумие Как Же Это Типично Для Людей Хранитель Они Называют Безумием Все Что Не Способны Сознать Впрочем Расскрывать Карты Еще Не Время Потерпи Совсем Немного И Твое Любопытство Будет Более Чем Вознаграждено И Почему Ты Так Решил Это Были Вы Из-за Вашего Вонючего Заклинания Вы Все Время Знали Где Я И Что Делаю Неплохо Но Не Волнуйся Аромат Который Тебе Так Не Нравится Уже Скоро Выветрится И Магия Лариха Не Подействовала На Клота Тоже Из-за Вас Несколько Капель Жасминового Сока И Последний Шанс Лариха Остановить Древнее Проклятие Потерян Бинго Мой Милый Тем Не Менее Меня Позабавило Твое Расследование Точнее Твои Бессмысленные Усилия А Что Если Я Откажусь Сделать Эти Эмульсии В Таком Крайне Неприятном Случа Из Потенциального Друга И Партнера Ты Станешь Нежелательным Свидетелем Соответственно Я Буду Вынуждена От тебя Избавиться Самым Радикальным Способом А Затем Я Уже Сама Использую Мозги Твоих Друзей Беженцев После Того Как Люди Лорда Расправятся С ними Как Видишь Я Добьюсь Своего В любом Случае Но Ты Можешь Спасти Несколько Жизней В общем Выбирай Хранитель Я Устала Да И Утро Уже Близко Блин Хоть Мне Это Не Нравится Я Помогу Вам С Эмульсиями Ваш План Ужасен Так Что Без Меня Блин Что Будем Делать Друзья Твою Ж Налево У нас Запись Где Далеко Да Если Это Нас Уничтожат Походу Дело Убьют Просто Проверим Проверим Уверен Из-за твоей нелепой гордости Пострадает гораздо больше людей Включая тебе самого Момент Истины Возможно Она права И добьется Своего В любом случае Но вдруг Мне удастся Помешать ей Так Я определенно Отказываюсь Не рассчитывайте На мою помощь Я согласен Так Давай вот это Вот Тогда было приятно С тобой познакомиться Хранитель И я запомню тебя Таким Каков ты сейчас Потому что Остаток жизни Ты Проживешь Как самое Омерзительное Существо На свете Ее мое Скунс Это плохо Совсем плохо Если она сделает Я ведь навсегда Останусь скунсом Погодите Это ужасная идея Точно Ужасная Для тебя И для вас тоже Ведь ваше заклинание Кто-нибудь Может снять Зато Если вы убьете меня И сбросите Мое тело в воду Все решат Что я утонул Во время рыбалки Никто вас не заподозрит Хм Любопытная идея Кроме того Это позволит мне Подставить Верблюженка Кукола Все будут Только сейчас Если вонючий горбон Сгинет в тюрьме Да Мне это нравится А зачем мы на это Подписались Твою же налево Пока-пока Мой милый Офигеть Вы умерли Окей Даже запах исчез Похоже Бросив в воду Она избавила меня От своего заклинания Теперь Нужно Разоблачить Беатрис Рассказать Все лорду Командеру Убедить его Будет трудно Она ему нравится Зато Кукол Ее ненавидит Может он Поможет мне С этим делом Так Рассказать ему О плане Леди Беатрис Ребят Что здесь происходит Там написали Что я умер Помнишь Когда мы с тобой Пошли в город Когда получили пропуск Один Единственный пропуск Который нам дали Через переход Через этот Заставу И нас ударила Молни Мы же там тоже умерли И Когда к змею ходили Помнишь Там тоже была ловушка То есть мы Как бы Получается Бессмертные Так Ну что Мне значит Нужно найти Кукол Да А для этого Мне нужно Телепортироваться К башне Так Ну что Давай попробуем Ой Какой блин Лагерь беженцев Да зачем Блин Лагерь беженцев Блин Ну Надо же было Так тупануть Вдохлую клячу Конечно же Нужно было Мне вдохлую клячу Ребята Сейчас ночь Сейчас кукол Будет там Понимаешь А если сейчас Протютюка здесь Он уйдет Давай быстрее Надо было мне Брать свитки Телепорта Которые у меня Там лежат В сундуке И все И не было бы Никаких проблем А этот кукол Там еще По моему По определенным Денечкам появляется Слушай интересно А если бы я Наоборот согласился Делать эмульсию Вот это вот интересно Когда есть выбор Так ребята Летим Летим Вдохлую клячу Кто-то предполагал Что Девушка Вот в этом плаще Да Это Клота Но как мы видим Это далеко не Клота Это Беатрис Это совсем отдельный персонаж Так Ну что же Где-то здесь Должен быть кукол Я надеюсь Что он здесь Что-то я его пока не вижу Если честно Так Цитадель у нас Должна быть Вот здесь Быть Ага Вон он Вон он Стоит Родной Горбун Рассказать ему Так что покупай Или проваливай Это понятие Пошориться Все будут только рады Если вонючий Горбун Сгниет в тюрьме Она единственная Кто меня Наживает Вблюженком И она Шабирается Меня подштавить Так теперь Ты мне веришь Это Это Ничего не меняет Она Верная Шмерть Это верная Шмерть Ити против нее Так Все с тобой ясно Удачи тогда Но может Три золотых Заставят тебя Передумать А весь риск Я беру на себя Давай вот это возьмем Три золотых Ага И ты сможешь сказать Что я угрожал тебе Ну или что-то вроде этого Хм Так Видишь это Золото красивое Сверкающее золото Так Подожди чуть-чуть И я принесу тебе Твое золото Ну давай вот это вот Первое Следующей ночью Я буду ждать Шашвитком Если он существует Так Следующая ночь Значит нам нужно Встретиться с куклом Ну что Полетели тогда домой Полетели домой Так Дом Милый дом Так Нам нужно Я не знаю что сделать Чтобы запыхаться И проспать А зачем нам Это делать У нас же есть Вот эта вот штука Медитация Значит нам нужно С тобой В день торговли Да Получается В день торговли Ночью Лететь туда Так Ну что друзья мои Погнали Надеюсь он еще там Дохлая кляча Хотя уже блин Утро наступает Немножко Переждал Капель Буквально Да Не знаю ребята Скорее всего Мы опоздали Ну фиг с ним Опоздали И опоздали Придем тогда Следующей ночью Видишь уже Рассвет Так сказать Наступает Ну Так Шатры Вот она Цитадель Есть Муспель Ребята Еще пока Здесь стоит А свитки Все получилось Парень должен Сказать Это было Реально Круто Хм Надеюсь ты не оставил Никаких улик Конечно нет Я только положил Протухшую рыбу В ее подушку И напишал Ее помады На жеркале Нехорошее слово Ну Я просто не мог Удержаться А свиток Он у тебя? Что еще за свиток? Болван какой-то Ха-ха Ушпокойся Это шутка Вот он Свиток Поднятия гулей Интересно Он выглядит Как вырванная Страница Из Некрономикона Но как я помню В Некрономиконе Все страницы Были на месте Так Ладно Давай покончим С этим Отведи меня К лорду командеру Ого Мое зеркало Моя подушка Я требую Чтобы ты немедленно Наказал Этого вонючего Горбуна Не беспокойся Моя дорогая Как только Мы вернемся В Сидотель Я отправлю Его на дыбу Хранитель Но как? Да Как что? Лорд командер Вам стоит Кое что знать О леди Бетрис Она злодейка Она собирается Убить всех Ваших людей И создать Армию гулей Что? Злодейка Армия гулей Ты в своем уме Юноша Похоже мне придется Попросить палача Подготовить Две дыбы Взгляните на этот Швиток Милорд Я нашел его В комнате Леди Бетриш Во время Обышка О котором Вы уже Знаете Что? Что это За гадость Дорогая Тебе об этом Что-нибудь Известно Ничего Мой повелитель Вижу это Впервые В жизни Как и ты Впервые Вы уверены Эта вещь Уж больно Пахнет Вашим Революционным Уникальным Освежителем воздуха Вы использовали Его у меня Дома И вправда Очень знакомый Аромат Милорд Это вопиющая Клевета Они пытаются Разлучить нас Как я могу Планировать Что-то Настолько Ужасно Если я Люблю тебя Ты Любишь Это Правда? Конечно Любит Милорд Смотрите Я даже Нашел Среди Вещей Любовную Жапишку Во время Обыска О котором Вы уже Знаете Мой Вожлюбленный Кукол Может ли Ты Представить Мое Отвращение Когда этот Представилый Маньяк Пытается Кошнуться Меня И так далее Какого Чёрта Престарелый Престарелый Солдаты Арестовать Леди Беатрис Опа Жалкие Черви Вы даже Не представляете Какой силе Вздумали Сопротивляться Мое Поражение Ничего Не значит Истинный Король Очищенный Изменой Проклятием И Священным Пламенем Воздаст Каждому По его Делам Конец Близок Боже Я просто Не могу Поверить Как она Могла После Всего Что Я для Нее Сделал Хранитель Ты Кажется Ты Спас Нас Всех От Величайшей Опасности Как Я могу Тебя Отблагодарить Но Вы Можете Обещать Не трогать Беженцев Ну И Конечно Не откажусь От Небольшой Материальной Награды Обещаю Что Касается Награды Вот Она Не Так Уж Много Но Ох Мне Нехорошо Мигрень Вернулась А еще Ревматизм И Нервный Тик Солдаты Домой Знаешь Несмотря Ни на Что Я Престарелый Маньяк Мне Нравится Им Так Легко Манипулировать Никогда Бо Не подумал Что Штарый Трюк Любовный С Любовной Запишкой Может Шработать Так Круто Ключ Ку Спеху Правильный Момент И Когда Интересно Куда Леди Беатрис Смылась Так Тихо 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 У нас Видение Еще Есть Пропустили Мы С тобой Видимо Трес Дремлет Возле Костра Окруженный Десятками Бумажных Кроликов А ведь Это было Недавно Трес Уже Старый Кори И Какой-то Мужик Похож На Лекаря Стоят В отдалении И Смотрят На Трес Доктор Уходит Кори Вдруг Бросается К Трес Хватает Кроликов В охапку И Швыряет В Костер Трес Просыпается Кричит И Пытается Вытаскивать Кроликов Из Огня Будто Не Чувствуя Боли От Ожогов Манал Я Такие Сны Видеть Так Коровница Вышла Уже На Дойку Утреннюю Ну Значит Мы С тобой Сейчас Пойдем А Зачем Я Блин Скажи Милость Обустраивал Лагерь Беженцев Как Опорный Пункт Ведь Мы Хотели Защищаться От Нападения Если Леди Беатрис До сих пор Ничего не ясно Куда Она Ушла Когда Она Придет С кем Она Придет Что У нее Будут Дальнейшие Планы Ох Жесть Какая Так Ну Что Я думаю Теперь Можно Вполне Полететь Туда Так Северная Цитадель Трындец Вот Что Со Мно Какая Блин Северная Цитадель Когда Лагерь Беженцев Все Ребят Вот Что Значит Не Выспаться Ничего Ж Не Соображаешь Да Ладно Сейчас Мы С тобой Быстренько Перелетим Да Вот Рыбалкой Я Ребят Как раз И не Занимался Это Место Предназначено Для Рыбной Ловли Такие Места Можно Найти В деревне На Болоте В лесу И на Море Так Это Понятно А у меня А вот Так Выбрать Наживку У меня нет Никакой Наживки Без Наживки Будем А он Без Наживки Не хочет Ага Ты понял А я уже Забыл А ну там Понял я Там же Бабочку Можно надеть Шмеля Так Ну что Северный Нет Лагерь Беженцев Так Он Он Уже Стоит Ждет Меня Что Ли Нет Времени На Сожаление Если Мы Хотим Выжить Мы Должны Двигаться Только Вперед Ага Сообщить Что Беженцы В Безопасности Я Сделал Все Что Мог Маркиз Теперь Вашим Людям Ничто Не Угрожает Ни Солдаты Лорда Командера Ни Инквизиция Вас Не Потревожат Я Знал Что Мое Доверие К вам Это Лучшее Решение Из Всех Что Я Принимал Взгляните На Всех Этих Людей Только Благодаря Вам Они Живы Вы Немедленно Получите Свою Награду Но Нашу Благодарность Вам Невозможно Измерить Материальными Ценностями Люди Люди Подойдите Сюда Друзья Мои Мы Боролись Что Было Силы И Мы Победили Все Угрозы Позади Каждый Из Вас Герой Но Вместе Мы Настоящий Оплод Храбрости И Дружбы И Верности Это Место Станет Нашим Домом Убежищем Для Каждого Кто Захочет Присоединиться К Нашему Братству И Мы Должны Благодарить За это Хранителя Кладбища Именно Он Сделал Такое Будущее Возможным Ура Спасибо Спасибо Тебе Но Это Еще Не Все Клянусь Однажды Мы Вернемся На Нашу Родину На Нашу Родную Землю В Город Огнем И Мечом Даже Больше И Я Клянусь Запомните Этот День И Эти Слова Ура 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 Беженцы В Безопасности Поговорить С Аларихом Я Просто Делаю То Что Должен Но С Каждым Днем Этот Груз Все Сильнее Давит На Мастер Аларих Что Вы Будете Делать Теперь Когда Беда Миновала Лучшее Что Я Могу Сделать Это Покинуть Теодора И Его Людей Я Не Уверен Что Теодора Когда Нибудь Найдет Себе Силы Простить Меня И Что Я Прощу Себя Сам Куда же Вы Отправитесь Я Попытаюсь Найти Пустынную Ведьму Говорят Что Она Мудрейшая Женщин Возможно Она Знает Иной Способ Остановить Древние Проклятия Хотя У меня Уже И Надежды Не Осталось Тогда Могу Лишь Пожелать Вам Удачи Удачи Тебе Хранитель Береги Себя Ты Хороший Человек И Сегодня Ты Сделал Этот Отвратительный Мир Хоть Чуточку Лучше Спасибо Надеюсь На Это Может Он Мне Наконец Расскажет Свой Секрет Что Это За Причина Такая У Теодора Его Ненавидеть Вы Открыли Новую Технологию И Получили Знания Так Перк Упорство Не взирая На все Опасности И риски Вы Храбро Встали На пути Врага И Победили Ваш Внутренний Стержень Стал Крепче И Теперь Восстанавливает Больше Энергии О Как Так Давай Посмотрим Спросить О Тайне Теодора И Алариха Я догадываюсь О чем Ты хочешь Спросить Дело В том Что Это Я Причинил Теодора Самую Страшную Боль В его Жизни Как Старший Инквизитор Я Отвечал За Дело Его Родителей Я Был Председателем На их Суде Тем Кто Избрал И Объявил Приговор И Это Я Дал Знак Поджечь Дерево Они Вправда Были Одержимы Черной Магией Я Пытался Допросить Их Но Они Вели Себя Подобно Диким Зверям Мне Пришлось Самому Использовать Черную Магию Чтобы Проникнуть В Их Память Но Я Не Нашел Там Ничего Лишь Руины Покрытые Холодным Мраком Они Забыли Друг Друга Собственного Сына Самих Себя Но Почему Вы Уничтожили Причину Этой Трагедии Некрономикон Я Хотел Но Советники Продали Его Университету Война С еретиками Требовала Еще Больше И Больше Денег Вы Раскаиваетесь Что Вы Несли Такой Приговор Нет Я Считаю Смерть Была Для Них Лучшим Выходом Ну Я Ведь Мог Сделать Гораздо Больше Для Бедного Сироты Но Теперь Уже Поздно Совсем Поздно Фактически Все Закончилось Хорошо Но Я Не Чувствую Удовлетворения Мы Помешали Леди Беатрис Но Не Остановили Ее Кто Знает Что За Дьявольский План Она Пытается Притворить В Жизнь Непонятно Сможет Ли Пустынная Ведьма Рассказать Мастеру Алариху Что-то Полезное И Найдет Ли Он Ее Вообще Маркиз И Беженцы Спасены Но Это Последняя Клятва Беспокоит Меня Одержимость Возмездия Ужасная Вещь Тем Не Менее Я Сделал Все Что Мог Не Нечем Сожалеть Так Друзья Мои По ходу Дела Больше Со мной Никто Не будет Разговаривать Ага Вы Хорошо Помните Своих Родителей Мне Было Шесть Когда Их Казнили Ну Да Я Помню Их Особенно Отца Помню Его Теплые Ладони Его Удивительные Очки Которые Постоянно Падали С кончика Носа Его Тихое Бормотание Во время Работы Икручные Рожицы В уголках Его Чертежей Помню Даже Ту Странную Механическую Чайку Которую Он Сделал Для Меня И Которая Каркала Как Ворона Где Вы Учились Чаще Всего Городские Альцократы Учатся В университете Но Я Выбрал Иной Путь Зачем Мне Слушать Их Бесчисленные Лекции О Верии Или Патриотизме Если Я Хотел Получить Знания И Каким Образом Вы Их Получили Мой Умерший Отец Поделился Ими Со Мной Его Записки Его Черчежи Его Книги Все Что Я Мог Найти В конце Концов Именно Его Однажды Наградили Как Лучшего Ученого Университета Всех Времен Что Конкретно Случилось С вашими Родителями Вы Это Уже Знаете Инквизиция Записям Из Зала Суда Изучение Некрономикона Привело Моих Родителей К Одержимости И Безумию А Что Вы Сами Думаете Обо Всем Этому Я Думаю Что Слишком Уж Много Хотели Избавиться Что Слишком Уж Многие Хотели Избавиться От Моего Отца Они Завидовали Его Интеллекту Его Успехом Его Славе И Его Существование Напоминало Им О Их Собственной Ничтожности Поэтому Клевета На него Была Лишь Вопросом Времени Он Был Обречен Городу Не Нужны Подобные Люди Он Приветствует Лишь Покорную Посредственность А Есть У вас Какие-то Доказательства Мои Доказательства Это Мои Боли Ненависть Хранителя Почему Вы Все Время Кашляете Это Одна Из Тех Болезней Что Терзает Пациентов Зато Кормит Лекарей Лечения Не Существует У моего Отца Была Та же Он Придумал Вот Это Устройство Смотрите Прыскайте Себе В рот И Приступ Слабеет То есть Это Астма Ингалятор В моем Мире Ну То есть В местах Откуда Я родом Это Довольно Обычная Вещь Где Бо Вы Не Находились Это Место Надеюсь Оно Хоть Немного Счастливее Чем Наш Край Знаете Я Просил Умолял Их Но Они Запретили Мне Брать В тюрьму Даже Эту Вещь Ух Ё Моё Спросите Об отношении К Алариху Я Заметил Что Вы Относитесь К Мастеру Алариху Довольно Холодно Не Хочу Обижать Вас Но Наши Отношения С Бывшим Инквизитором Наши Личное Дело Хранитель Я Никогда Не Прощу Его Вот И Все Что Вам Стоит Знать Что Произошло С Изобретениями Вашего Отца Они Больше Не Существуют И Я Все Уничтожил Серьезно Но Зачем Они Ведь Могли Помочь Многим Людям А Много Ли Людей Помогло Отцу Когда Инквизиторы Вели Его Замученного И Сломленного На Костер Даже Его Коллеги Профессора Из Университета Его Дорогие Друзья Да Они Даже Не Явились Ни К Отцу В Камеру Ни На Площадь Казни Зато Пять Лет Назад Они Объявили Что Работа Моего Отца Принадежат Университету Естественно Суд Был На Их Стороне Что Я Принес Им Их Пять Коробок Пепла Как Вы Оказались В Тюрьме Долгие Годы Я Искал Способ Отопсять Уничтожить Инквизицию Возможно В будущем Я Даже Присоединился Б К К Но Судьба Распорядилась Иначе Что Произошло Несколько Инквизиторов Ворвались В мой Дом И Схватили Меня Бросились За решетку Они Ничего Не Объявили Они Ничего Не Объяснили Лишь Сказали Что Скоро Казни Ушли Там Было Шесть Человек Приговоренных К смерти По Неизвестной Причине Можете Представить Себе Что То Подобное Что Вы Собираетесь Сделать В будущем Однажды Я Вернусь И Вернусь И Сделаю Все То О чем Поклялся В тюрьме Инквизиция Королевская Власть Бюрократия Все Это Должно Пасть Революция Что То Мне Это Напоминает Никакой Власти Никаких Чиновников Никаких Инквизиторов Но Ведь Это Означает Войну Жестокость Насилие Множество Невинных Жертв Вы Этого Хотите Но Ведь Это Для Общего Блага Да Столько Жертв Сколько Потребуется Ну Как Бы То Ни Было Спасибо Вам За Искренность Вот Так Вот Ребята Фу Опа А Лариха То Нет Все Ребята А Ларих Нас Покинул И Что Нам С Тобой Тогда Остается Делать Не Знаю Ребят Лететь Домой Лететь Домой Спать Отдыхать И Ждать Нового Следующего Дополнения Сейчас Я пойду Еще схожу В Морг Может быть Герри Что-нибудь Доскажет Хотя Мне кажется Вряд ли Да Ребята Герри Со мной Не хочет Говорить Слушай Ну Должны Были У нас С тобой Открыться Новые Технологии Универсальная Сумка Только у нас Появилась Да И И Все А ячейк Еще Будет Здоров Но Это Видимо Ребята Уже На Будущее Купажирование Вот Перк Упорства Мы с тобой Получили Еще Два Какое Два Блюда Еще Вон Сколько Технологий У нас Не выучено Здесь Так Вообще Ребята Дофига Чего Ну И Анатомия И Алхимия Как ты Видишь Тоже Дофига Все Это Со Временем Ребят Все Это Со Временем Будет У Нас Открываться Я думаю Что ДЛС Надеюсь Не как А те Через год Появится Надеюсь Как-нибудь В ближайшее Время Очень много Все равно Еще вопросов У меня Осталось Так Ну что Если я кимарну И проснусь Никаких Приключений Не будет А то Может быть Это Леди Беатрис Прилетит Тут Нет Ребята Ничего Не Произошло И Посмотрим С тобой По персонажам Точно Ничего Больше Нет Да Друзья Мои Ничего Больше Нет Тогда Нам Придется На этом Закругляться Всем Большое Спасибо За Просмотр И До Новых Скорых Видосиков Удачи Вам